Друзья, всем привет! Сейчас будет важное видео, оно будет про возможное, это очень обсуждаемое российское наступление летом, что реально будет, какие есть угрозы. Сейчас расскажу вам об этом подробно, не забудьте подписаться на канал, с вас лайк, шер, комментарий, подписка, жмите колокольчик, чтобы не пропустить новые видео, комментируйте, пожалуйста, мне очень интересно ваше мнение о том, что я сейчас расскажу. И так активно разгоняет историю, что вот они сейчас как соберутся, так как пойдут. Также об этом очень много пишут западные медиа о российском наступлении поздней весной и ранним летом. Зеленский говорит о том, что Россия будет мобилизовывать к первому числу 300 тысяч человек, что есть такие данные. Вот он в очередной раз об этом сказал в интервью, которое вышло большое недавно. Что до россиян, 300 тысяч, не факт, что это кинцевая количество військовых, которые они мобилизуют, а другая, это, согласно нашей информации, согласно нашей разведки, мы маем еще до 1 червня, они должны быть готовы мобилизовать 300 тысяч. Ну а потом подготовка в России, она очень короткая. Мы это видим по уровню подготовленных российских бойцов на фронте. Поэтому им понадобится, я думаю, где-то месяц для того, чтобы иметь такой объем людей, так как с дисциплиной у них не очень, может, они и не встигнут до 1 числа мобилизовать 300 тысяч. Но тем не менее, мы должны рассчитывать на те данные, которые у нас есть. И должны быть, как вы правильно сказали, готовыми. Кстати, я разбирал это интервью. Кому интересно, важные детали из него вчера, кто пропустил это видео, ссылка на него в описании. Ну а что же происходит реально? Ну и сама РУСА активно разгоняет. Вот их посты про Харьков. Очень много они особенно говорят про Харьков. Харьков, Харьков, Харьков. Вот будем атаковать. И там кто-то говорит снова о Беларуси и Киеве. Обо всем, в общем, что можно только говорят. Ну а что же в реальности? Друзья, а реальность такова. Я хочу там, знаете, сейчас трезво ее разобрать и объяснить вам, почему я говорю. И мое мнение, никакого такого мега наступления летом не будет. И сейчас объясню вам, почему и как я прихожу к этому заключению, а вы уж решите, прав я или нет. Ну и жизнь потом, как всегда, покажет. Но мы на этом канале с вами редко ошибались. Думаю, именно поэтому больше миллиона человек на этом канале подписаны, следят. Я думаю, что эта информация важна. Итак, смотрите, наступление это огромное количество ресурсов. Особенно такое-то большое, как там прорыв, куда-то идти или атаковать такой колоссальный город, каким является Харьков. Ну и еще раз напомним вам, да, помните Бахмут, который там, сколько битвы за Бахмут продолжалось там, почти год. Авдеевка, которая там, ну, 10 лет, ну, там, последний штурм российский начался в октябре и заканчивался там уже в феврале. То есть, это все месяцы. Притом, что Авдеевка, там, 30 тысяч человек, Бахмут до начала полномасштабного вторжения, там, 50 тысяч человек, 60 тысяч человек. Ну, то есть, это несравнимо вообще там, несопоставимо с Харьковом. Поэтому для того, чтобы атаковать там Харьков, и вообще, чтобы идти там, неважно, даже в любом направлении, каким-то огромным там наступлением, нужно огромное количество людей. Речь идет о сотнях тысяч людей. Ну, и вы слышали, да, там, вот Зеленский говорит, они хотят мобилизовать 300 тысяч. Друзья, это, ну, все это должно быть подкреплено действительно волной частичной, как минимум, мобилизации в России. Напомню вам, что за два года полномасштабного вторжения Россия прибегла к частичной мобилизации один раз, осенью 22-го года, после катастрофы российской в Харьковской области, после этого была проведена так называемая частичная мобилизация. Точную цифру мобилизованных там никто сегодня не скажет, но речь тогда шла как раз о сотнях тысяч людей. И это вызвало, наверное, крупнейшее, если не считать, ну, бунт Вагнера, один день, а такое, как бы, напряжение по всей системе российской, с бунтами на Кавказе, с отъездом больше миллиона человек из России, которые бежали от возможного призыва, и так далее, и так далее. Все это стало таким серьезным испытанием для путинской системы. И я думаю, он соответствующие выводы сделал. Да, с одной стороны, выборы у него прошли, типа, выборы условные. Я же никаких там выборов нет, но картинка прошла. Но в его системе власти, в общем, это не имеет значения, когда выборы. Там все базируется на покорности силовиков, на покорности этого народа рабского. И, в общем, там выборы не имеют значения. Если там, условно говоря, вспыхнет спичка, она может вспыхнуть в любой момент. Поэтому Путин волнует ситуация внутри страны, как даже любого диктатора. Они за этим очень следят, поверьте мне. В общем, тогда ему эта частичная мобилизация далась нелегко. Да, для того, чтобы, ну, есть такие показатели, которые показывают, что пока он к мобилизации, как минимум пока, не готовится. Например, таким показателем является то, что Россия проводит сейчас весенний призыв. В 22-м году, когда Путину пришлось прибегнуть частичной мобилизацией осенью, ему пришлось осенний призыв. То есть, призыв это на срочную службу. А срочники, они не служат на линии фронта. Так вот, тогда, осенью 22-го года, ему пришлось отложить на месяц призыв на срочную службу. Обычно в России происходит осенний призыв с 1-го октября. Ему пришлось его перенести на месяц на 1-е ноября, потому что система мобилизационная занималась вот этой частичной мобилизацией, перевариванием этого ресурса. И они не могли одновременно заниматься призывом на срочную службу. Сейчас Путин уже начал призыв, весенний призыв 24-го года в России начался 1-го апреля, так, как и должен был быть. Это означает, что, как минимум, до 1-го июня, на самом деле, никакой возможности даже технической начать широкомасштабную мобилизацию, частичную мобилизацию для войны в Украине у него просто нет. Теперь давайте посчитаем сами вместе. Если он начнет мобилизацию, условно, 1-го июня, то напомню вам, что тогда частично эта мобилизация их осенняя привела к тому, что люди у них появились, стали поступать в армию зимой. То есть, все равно с момента объявления, призыва людей, их розыска какого-то минимального, хотя бы, боевого слаживания, обучения и так далее, но на все это нужно несколько месяцев, даже там, как угодно. А российскую систему не назовешь супергибкой и быстрой, скорее наоборот. В общем, это означает, что если начать 1-го июня, они начнут мобилизацию, ну, где-то к самому концу лета, в начале осени, эти люди начнут поступать. А там дальше что? Правильно, а дальше там распутятся. То есть, честно говоря, смысла этого делать нет. Чего он делал частичный призыв тогда осенью? Не для того, чтобы делать широкомасштабное наступление, его и не было. А для того, чтобы удержать тогда позиции. Помню, после Харькова им пришлось покинуть и Херсон, потому что не хватало людей. И вот для того, чтобы укрепиться, они ее провели тогда, но не для наступления. Так что, с точки зрения живой силы, если они действительно это планируют, им нужно начинать прямо сейчас. Однако, никаких данных о том, что они сейчас начинают мобилизацию, нет. И повторюсь еще раз, есть наоборот косвенные признаки, что в ближайшие месяцы они ее не планируют. Второе, очень важно, это безусловно, а что же, ну, люди людьми. Но очень важна техника. И очень важны, да, боекомплект. Но самое главное техника. Широкомасштабное наступление с каким-то прорывом, проходом, означает, что должны быть маневренные подразделения, механизированные, которые будут совершать какие-то серьезные продвижения. Как это было в первые дни российского вторжения. Как это было, когда Украина проводила эту блестящую харьковскую операцию. И так далее. Ну, в принципе, с тех пор, после Харькова, после, то есть, с осени 22-го года, ничего подобного в нашей войне не происходит. Ни с украинской стороны, у нас это, к сожалению, не получилось в прошлом году. Ни с российской стороны. Почему? Да потому что сейчас происходит другая война. Все эти условно прорвавшиеся танки, которые идут, они все горят от ударов ФПВ-дронов. От, увязают фортификация, которая активно строила, раньше, теперь активно строим мы. Там, степень подготовки наших фортификаций, это отдельный вопрос, но они уже есть. И очевидно, что с каждым днем они будут все сильнее и сильнее, этот процесс запущен. Ну и самое главное, повторюсь, нет возможности прикрыть с воздуха вот эти колонны условных танков, продвигающиеся куда-то. А это означает, что они просто будут уничтожены. Даже при всем дефиците боеприпасов хватит ФПВ-дронов, чтобы это просто все сжечь к чертовой матери. Поэтому никакого возможности вот такой какой-то сделать прорыв и танковыми клиниями куда-то пойти, ее просто не существует в нынешних условиях. А это означает, что никакого там все, вот это максимальное наступление, это то, что мы видели, вот Авдеевка, там за Авдеевкой, где, к сожалению, мы не подготовили достаточные позиции. И продвинулась на пять, насколько она там продвинулась за эти там уже полтора месяца. Да, это есть продвижение, но это все какие-то там километры, а местами даже сотни метров, но не более того. Поэтому, друзья, подвожу итоги и делаем выводы. Не поддаемся на вот это российское ИПСО и на панику, которую разгоняют. Честно говоря, зачем там тоже говорит президент про эти 300 тысяч? Ну, наверное, может быть, ну, во-первых, какие-то там планы в России есть, она и так собирает людей сейчас, но просто совсем не такими темпами, а просто покупая это дешевое по отсталым бедным регионам России в первую очередь. Возможно, президент таким образом подталкивает Запад к тому, чтобы они, ну, и в первую очередь США, чтобы они уже шевелились и принимали решения. Не знаю, но еще раз хочу сказать, хочу успокоить. Никаких вариантов широкомасштабного прорыва, обвалов украинского фронта не существует. Это не означает, что не будет бомбежек, это не означает, что они не будут давить, давить, это не означает, что у них не будет каких-то продвижений, каких-то занятых сел или маленьких городков. К сожалению, это все возможно, но только в тех темпах, о которых мы с вами говорим. Никаких доказательств того, что Россия готовит масштабную, масштабную мобилизацию, нет. И техника, даже наоборот, есть свидетельства того, что Россия, если раньше использовала на обучении, там, БТР и БМП, сейчас обучают тех, кого новых набирают с грузовиками. Техники у России все-таки становятся меньше, а не о том, каких-то в огромных объемах техники, которая вдруг откуда там стала поступать. Об этом, друзья, тоже речи нет. А, соответственно, те выводы, которые я сейчас сделал, я вполне в них уверен. Ну, а с вами, сколько там, через 2-3 месяца сможем ответить на вопрос, кто был прав? Те, кто сейчас пытаются разгонять панику и пугать Харьков, Одессу, Николаев, Чернигов, какими-то там прорывами и обвалом фронта. Или я, который говорит вам, что этого не будет. Друзья, ну вот такая история, подпишитесь, я думаю, это важно, поделитесь этим видео. Мы вот в прямом смысле слова, Украина, мы все с вами вместе сейчас держим строй. И строй этот, поверьте мне, не обвалится, не рассыпется. Во всяком случае, никаких предпосылок к этому сегодня и в ближайшие месяцы нет. Что будет дальше, будем с вами следить за развитием событий. Не просто следить, а делать то, что можем. Помогать Сбройным Ссылам Украины, работать на международном фронте, бороться на информационном фронте для того, чтобы добиваться результата. Держим строй.